Мы подписали соглашение, которое, надеюсь, прекратит обновление боевых действий и позволит Донецкой Народной Республике, у нас народу, заняться мирным правительством на благо нашего народа. Надеюсь, следующим этим шагом мы помогли самой Украине поменяться, провести определенный ряд реформ, и в ближайшее время мы, надеюсь, увидим вообще другую Украину. Думаю, это является большой победой. Донецкая Народная Республика, где у вас? Вы знаете, что у нас с Александром Владимировичем было другое мнение, но мы не можем не поверить и не уважать мнение треток самых значимых на сегодняшний день президентов России, Германии и Франции. И если они выступили гарантом того, что те изменения, которые вложены, гарантируют, что Украина будет меняться под напором Донбасса, мы не можем не дать Украине этот шанс. Потому что будет меняться сама страна, будет меняться отношение, будут меняться люди. На самом деле, люди, народ Украины, как был, мы с ними догенем. И на сегодняшний день мы тоже считаем его нашим народом. Этот шанс дается Украине для того, чтобы поменять конституцию, о чем, кстати, сказано в этих документах. Изменить свои отношения. Это на сегодняшний день действительно мы считаем, что это большое достижение Луганской народной республики, Донецкой народной республики для того, чтобы Украина поменялась, поменялась цивилизованным путем, мирным путем. Перестала убивать собственный народ, разрушать детские садики, больницы и другие социальные и жизнеобеспечающие объекты. Мы верим и знаем, победа все равно будет за нами. И не важно, каким это будет методом, политическим или военным. Мы знаем точно, что Украина изменится благодаря людям в Донбассе. Спасибо. Еще хотел бы добавить, что согласно этим пунктам меморандума, вся ответственность за любой срыв или неисполнение каких-то договоренностей лежит на Петре Алексеевича Порошенко. Все пункты требуют дополнительных согласований. Поэтому любое нарушение, либо неисполнение этих пунктов, ни о каких больше меморандумах речем дали, вы не будете вообще. Спасибо. Спасибо.